Особенности инвестиций в земли сельхозназначения Итак, многие в нашей стране предпочитают инвестировать в сельхозземли Я решил сделать краткий обзор для лучшего понимания правового режима данной категории земель Чтобы не просчитаться на стадии определения рентабельности покупки такой земли Дорогие друзья, вы на канале Приоритеты с юристом-экспертом Евгением Корсакином Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал Переходим к теме видео Самое важное это понимать, что купить землю по бросовой цене, а потом построить коттеджный поселок Скорее всего просто не получится Необходимо будет провести землю в другую категорию Это, как правило, очень затратный и долгий и долгий процесс А зачастую вообще нереализуемый В этом случае главную роль будут играть зоны нахождения участка по генплану и политике региональных властей Второе. Нужно понимать конкретный вид разрешенного использования для сельхозземли Если вид разрешенного использования 1.0 Сельскохозяйственное использование То землю можно использовать для любых целей, связанных с сельхозхозяйством Если там другие виды разрешенного использования, например, 1.16 ЛПХ Введение личного подсобного хозяйства на полевых участках Или 1.1 Ристеневодство То построить, например, капитальные здания Ангары для сельхозтехники Склады или сооружения, необходимые для разведения животных, не получится С другой стороны, если купить землю с видом разрешенного использования для свиноводства То засеять землю и выращивать сельхозкультуры тоже не выйдет А на пашнях не выйдет построить пруд и заниматься рыбоводством Еще один очень важный момент Это проверить наличие права пользования водными объектами Находящимися на участке И насколько далеко участок находится от дорог и населенных пунктов В последнем случае на использование участка может быть наложено ограничение в разрезе СНИПов По использованию пицицидов или другой обработки участка Вывод К таким инвестициям стоит подходить очень ответственно Обязательно проверить категорию и вид использования участка земли И понимать политику региональных властей Поэтому скоринг – наше все Пренебрегать им просто запрещено Если хотим обеспечить безопасное и выгодное вложение денег Уважаемые подписчики Вы всегда можете обратиться ко мне перед покупкой недвижимости Я проведу соответствующие юридические проверки продавца На предмет его долговой нагрузки Возможных судебных решений Текущих судебных делопроизводств И так далее Проанализирую документы и дам юридическое заключение с рекомендациями Заключать сделку или отказаться А мои контакты вы найдете в описании к видео До новых встреч!